Мы ничего не просили у Трампа и не замиривали его. Это просто был, по всей видимости, такой обмен репликами. Даже и формат телефонного разговора не предусматривает какие-то длинные дискуссии или просьбы о чем-то. Или вот поговорили, поставили в известность, что выразили сожаление, что было покушение Пенсильвании. У нас просто тоже политическое, очевидно, покушение на Ирину Фарион, которая закончилась убийством, к сожалению, за которым тоже может стоять Кремль. Мы сказали, что Россия обстрелит наши города, но мы не собираемся с ним, Мелиза. В конце концов, мы и Витю Орбана, который приезжал, выслушивали премьер-министра Венгрии. Послушать мы можем. Идти на чьи-то условия нет. Представители Китая тоже приезжали сюда за Лихуэй, славно известный, приезжал сюда за своей мирной миссией. Но это же не значит, что мы идем на мирные инициативы Китая. Ни мы, ни больше 40% украинцев, как показывают обследования, исследования Центра Разумкова, не хотят вот таких мирных переговоров, не хотят и таких мирных инициатив. Но надо просто говорить. Это же просто диалог. А почему должны? Может, Кремли вообще расстроились? Ведь они думали, что Трамп и спрашивать нас не будет, а тот он говорит с нами. Как вам сказать? Я настолько за Украину, что хотел бы видеть это с точки зрения любой, которая поможет Украине победить в этой войне, несправедливой, жестокой. Но с точки зрения Трампа это сигнал. И то, что если Украина хочет поговорить с Трампом, Украина хочет выслушать кого угодно, но Украины нет иллюзий, ну замечательно. Тогда зачем встречаться? Я не знаю, если нет, наверное, можно и встретиться с Путиным. Без иллюзий. Ну просто чай не пить. Но, может быть, лучше можно просто и не встречаться, может быть, и так все понятно. Но Трамп же еще начинал против нас войну. Но иногда нужно убедиться. Только приезжайте со своей чашкой. Но Трамп же еще не начинал против нас войну, Юрий. А Путин начинал. Это разное. Вы знаете, я считаю, с моей колокольни, когда я вижу, как Трамп продвигает повестку Путина, как кремлевская пропаганда совпадает с республиканской пропагандой, то для меня, да, они становятся примерно одной парой. Вот как их мир увидел в 2018 году, когда они вышли на мир в Хельсинки после этой, знаете, брачной ночи. Так я вот их и воспринимаю. Поэтому для меня действительно разговор с Трампом – это разговор с Путиным. Потому что когда Трамп пришел к власти в 2016 году, я очень боялся нашей национальной безопасности. И мы потом узнали, что мы потеряли наших там определенных агентов, которые были рассекречены и сданы в России. Потому что Трамп – это человек Путина. И говорить с ним – это просто, я не знаю, если там микрофон на нем, который идет в Кремль, или он после этого звонит кому-то, кто в связи напрямую с Кремлем. Но то, что у Трампа идет прямая связь, не хуже, чем у Орбана с Кремлем – это однозначно. Поэтому если приходит Трамп в власти, то мы все думаем о том, как, ну, спасти Америку, спасти мир, обезопаситься. Это просто совсем другой будет начинаться расчет. И говорить о том, что, вы знаете, у Трампа одни хотелки. Трамп хочет, но не может. А, в 16-м году это было много хотелок. В 24-м году, если он придет к власти, за ним идет большая толпа. И они хотят и уволить людей, и опять же говорят, что если Трамп выиграет на выборах, то, скорее всего, он получит обе палаты Конгресса, потому что будет определенная волна. И таким образом, что тут для Украины? Да, республиканцы любят использовать аргумент, что 4 года не было войны. Ну, извините, что Донбасс не бомбили, что Крым кто-то вернул, что-то произошло в пользу Америки. Нет, мы просто в это время разваливали НАТО, и произошел ковид. Если бы не было это один, нам стоил как минимум год-полтора, и Путин из-за этого ждал. Другой Трамп и так делал работу Путина за Путина. Путина выводил войска из Америки, из Европы, готовил все к Путинцу. Это сдавал Афганистан. Опять же, республиканцы любят бросать Афганистан в лицо президента. Но демократы и люди, которые сидят за новостями, знают, что договор был подписан Трампом. Поэтому мир, в котором правит Трамп, это мир, в котором определенным людям нужно будет себя как бы обезопасить. Это совсем, совсем нешуточная ситуация, в которой мы можем оказаться и пытаться говорить, что Америка всегда будет Америкой. Вот такого типа разговора – это ехать в кирпичную стенку с закрытыми глазами. Хорошо. Скажите мне тогда, пожалуйста, Юрий, а как искать пути разговоров, пути мотивации, пути переубеждения или просто убеждения к республиканской партии? Конечно, да, я соображаю, что равно между Трампом и всей республиканской общиной, так сказать, нельзя ставить. Но тем не менее, там просто не только же мага-крыло, но и львиная доля республиканцев поддерживают его и его взгляды, соответственно, на мир. И, соответственно, как нам искать в будущем эту поддержку? Не с кем-то же надо разговаривать. Ну, возможно, нужно будет переименовать Украину в небольшую Россию. Тогда это будет вызывать больше уважения. Не знаю. Вы знаете, мы говорим о таком монстре, у которого такие взгляды, сформированные его влиятельными друзьями, что да, можно говорить о гонцах, которые могут влиять на него, как Ким Кардашиан, которая повлияла на него с тюремной реформой. И он решил, что каким-то образом ему тогда лучше будет поддержка от черного населения. И он устроил тюремную реформу, которая действительно давно нужна была в нашей стране. И ему, так сказать, Ким Кардашиан тут помогла. Борис Джонсон. Что? Борис Джонсон, например. Может ли он... Борис Джонсон. Опять же, да, это прекрасная идея. Да, эти замечательные люди. Есть политики, много политиков в мире, которые понимают, насколько опасен Путин, насколько важна Украина. Но просто, опять же, меркантильность и жлобство в общении с Трампом вас никогда не подведет. Думать о своих самых низменных чувствах, и вы чуть-чуть окажете выше того, где думает Трамп. То есть, нужно будет с ним, не знаю, договариваться. Поэтому, опять же, это, с одной стороны, такой запах серы и ада исходит из той стороны. А с другой стороны, у нас Байден, который, можно сказать, теряет силу и контроль над ситуацией. И при этом это человек, который, с моей скромной точки зрения, помогал, помогает, будет помогать столько, сколько сможет Украине. С большим энтузиазмом и больше, чем кто-либо другой на американской политической сцене. Возможно, за исключением сенатора Келли из Аризоны. Который стал мне в последнее время очень нравиться. Потому что, вроде бы, по крайней мере, есть один демократ, который думает за пределами собственного штата. Потому что Келли был астронавтом. У него большая картинка. И он военный. И он демократ. И сенатор в Аризоне. Проблема только в том, ну, несколько проблем, включая то, что он популярный сенатор. И терять место сенатора в Аризоне при 50 на 50 конгрессе, сенате, очень опасная идея. Но это вот такой человек. А кроме этого, у нас список губернаторов, которые могли бы, могут заменить Байдена прекрасно. Заменить на его посту, по крайней мере, с точки зрения внутренней политики. И обезопасить нашу страну от Трампа. Но мы видим, что у демократов такое слегка сейчас неуверенность, кто же выйдет на поле боя против Трампа. А в это время Трамп выглядит как слабый кандидат, который хорошо организован. И который, если против него не организоваться, если, так сказать, никто не придет, то он может победить. У нас в округе был такой кандидат, который победил. И два года мы с ним мучились. И после этого он проиграл на выборах, и мы от него избавились. Потому что первый раз он избирался, в общем-то, без кооппозиции. Потому что с другой стороны кандидат не собрался. Там были технические проблемы. И вот такие люди проскакивают. Но когда мы говорим про президента Соединенных Штатов, который уже один раз проиграл, он попадет в Белый дом и оттуда не выберется. Поэтому договариваться с ним нужно будет, возможно, договариваться нужно будет даже не с ним, а с Европой. Мне все-таки кажется, что Европейский Союз на данный момент является более надежным оплотом демократии на многое, чем Америка под Дональдом Трампом или при Дональде Трампе. Потому что Америка при Дональде Трампе – это страна, которую мы, мне кажется, в основном читали в такой политической фантастике. Договариваться с ним – это как договариваться с Джаба Дахат, с «Звездных войн». Это такой монстр, который держал нашу принцессу на цепочке. Как с ним договариваться? Про бомбежки мирных жителей, вы думаете, его волнует? Нет, тут я уверена, что нет тоже. Тут я солидарна абсолютно. Но в то же время, Юрий, а когда говорят некоторые наши, не только эксперты, что он настолько неожиданный, настолько изворотливый, настолько может поменять свое мнение, что не надо как бы сильно пока расстраиваться и разочаровываться, они совершенно не правы в том, что что-то повлияет на Трампа. Нет, пусть ему не станет вдруг жаль наших детей, наших мирных жителей, но, возможно, какие-то интересы он увидит или захочет пойти против России, и мы перестанем ставить равно между ним и Путиным. Или это задачка из нереальной сферы математики? Вы знаете, он настолько хаотичный, что, в принципе, все может произойти. И я думаю о том, что Виталий Портников, например, надеется на то, что потому что он хаотичный, его Путин разозлит, и тогда, может быть, последствия, которых мы не можем предсказать. Мне трудно себе представить, с одной стороны, что Путин может разозлить Трампа. Это как-то Трамп, ну, как, знаете, у вас отношение с начальником, я говорю про любого зрителя. Насколько ваш начальник может вас разозлить? Ну, может, очень разозлить. Ну, и что вы по этому поводу сделаете? Это просто вот такие отношения. Правда, Трамп смотрит на Америку как достаточно мощную машину, которую он хотел бы получить в свое владение, пользование, все это маркизу Карабасу. Но я не могу себе, как рассказать, я не могу себе представить того мира, в котором будет Трамп и в котором будет мир, потому что диктатуры захватывают власть, они стирают оппозицию в своей стране, а после этого смотрят за границей, за пределом границы и, так сказать, пытаются развивать свои империи, диктатуры, потому что внутри уже все победили. Улучшить жизнь внутри, видимо, не представляется интересным или возможным, и поэтому лезут наружу. Я думаю, что Соединенные Штаты вполне могут устроить при Дональде Трампе, мы можем оказаться в ядерной войне, а тут уже результаты становятся непредсказуемыми. Я просто не вижу ничего хорошего в этой хаотичности. Это просто говорит о том, что путь между нами и концом мира может быть не из нескольких ступеней, а один быстрый проскок вперед. Поэтому я как-то вижу тут угрозу Трампа более в том, что он может нас привести к концу еще быстрее, чем Байден, который пытается этот конец оттянуть всеми возможными силами. Он не хочет из президентства уходить, ядерную войну не хочет начинать. Просто какой-то вот такой дряхлый немощный президент. Что можно сказать? Продолжение следует...